Всем привет! На связи с новым Андрей Буйлов и сегодня мы с вами поговорим про семантические коконы и про то, как нужно ли разделять разделы под разделы друг от друга. Подписчик канала Виталий спрашивает, есть ли в интернет-магазине, есть разделы? Ну, он перечисляет разделы, и при этом только первые три ранжируются в топ-20, остальных нет и на десятой странице. Может ли помочь способ с закрытием раздела в меню в Noindex, так сказать, отделить разные категории и их подразделы от других? Тематически, как он так сказать, и может другие варианты есть. Ассортимент плюс-минус как у конкурентов, на карточках товара указан раздел, есть небольшие тексты, блокфак, продвижение по Украине. Ну, смотрите. Во-первых, первое, на что бы я посмотрел, это посмотрел на другие моменты. Это ссылки на эту страницу, это типы этих страниц. Я бы посмотрел, что там в поисковой выдаче по тюнерам и по сигнализациям домофоном. Возможно, интент-пользователь там отличается, и ваша страница не совсем в него попадает. Посмотрел бы на текстовую оптимизацию, потому что я выборочно покликал эти запросы, и там у многих конкурентов подвальный, то есть там рубрика идет, то есть там товары, а потом идет здоровенный текст, и он, ну, как бы не совсем портянка там, а то есть там какой-то там практически статья такая внизу, или там лендинга-подобная история. Поэтому, короче, посмотрите на это, соответствуете ли вы этой истории по тем запросам, по которым вам нет, у вас нет на 10-й странице. А насчет всех этих историй с семантическими коконами, с силой структуры и прочими вариантами, прочими попытками изолировать разделы интернет-магазина друг от друга, они довольно, ну, такие, искусственные и очень сложно реализуемые на практике. То есть, да, вы можете попробовать позакрывать там менюшки чем-то. Ну, во-первых, вы говорите, вы собираетесь закрывать меню Noindex, а продвижение у вас по Украине. А тег Noindex работает только под Яндекс, в Гуглу на него плевать с высококолокольной, и он не считает его за тег вообще, он вообще его не знает. То есть он знает атрибут Noindex, так можно, например, запретить индексацию страницы, но метатегом или HTP-заголовком. Но когда внутри страницы размещаете какие-то куски, то эта штука не работает под Гугл. Под Гугл единственное, что можно сделать, это можно попробовать лютым Яваскриптом закрыть этот Яваскрипт, закрыть от Гугла и так далее. То есть, ну, помешать Гуглу увидеть это меню совсем. То есть это то, что раньше было технологией SEO-хайт. Сейчас так, ну, кто-то использует SEO-хайт, и, ну, более такая современная технология закрытия ссылок, например, это через PRG-паттерн, Post-Resilient-GET, то есть когда ссылка скрывается в форму, ну, такая мимикрирует под форму. Ну и, в принципе, как бы можно скрывать разные элементы, и в том числе элементы меню, тем же PRG, но по факту обычно это ничего не дает. То есть наши такие тесты с этим моментом особо ничего не давали никогда, ну или почти никогда. И у коллег, ни у крупных, ни у мелких, я не вижу крутых примеров, чтобы вот кто-то внедрил подобную историю, там, коконы, силы и так далее, на интернет-магазине именно, и получил вау-эффект какой-то. Или наоборот, то есть убрали эту штуку и получили падение позиций. Такого я не видел ни разу. Поэтому вот с этим баловаться я бы не стал, потому что, ну, живой интернет-магазин, он все равно, ну, такой мультитематичный в какой-то степени. То есть там все равно есть, даже если он сосредоточен на какой-то нише, там все равно есть разные производители, разные категории товаров и так далее. И это нормально, что они друг на друга ссылаются этой менюшкой. И поисковая система отдает тебе отчет, где сквозной блок, где менюшка, а где более-менее основной контент. Поэтому здесь с менюшкой я бы не стал играться. Если мы говорим про перелинковку страниц друг с другом, ну, например, у вас в карточке товара есть ссылка на категории и на фильтры, к которым он принадлежит. Ну, допустим, у вас есть спутниковая антенна, и вот эта спутниковая антенна принадлежит к категории спутниковой антенны, средства для, не знаю, там, для приема там телевизионного сигнала или приема там интернета и так далее. То есть там и так далее. То есть такие теговые страницы или рубрики какие-то, к которым этот товар принадлежит. И это можно указывать во характеристиках товара более-менее нативно. И это прикольная штука, и это создает некоторое, какое-то подобие этого кокона. Но не старайтесь сделать в интернет-магазине изолированную историю, то есть когда ссылок на другие разделы нет вообще. Это вам, с одной стороны, ничего не даст. Это запутает поисковые системы, они будут, ну, не очень будут понимать, что такое с вашим сайтом. То есть вроде как интернет-магазин, на котором 10 тысяч страниц, а по факту это, ну, такие, как будто маленькие интернет-магазины на одном домене, не перелинкованные друг с другом. То есть для поисковой системы это наоборот, я думаю, что будет вводить больше путаницы. Кроме того, когда вы скрываете часть элементов от поисковых систем, то поисковые системы допытаются эту страницу рендерить, они пытаются ее, ну, открыть, как она выглядит. А вы тут поскрывали кучу всего, и поисковик здесь может, ну, удивиться, что почему-то вот здесь у них просто пустое поле какое-то, здесь вообще ничего нет, хотя там наверху менюшка должна быть. И может быть больше негативный эффект, чем позитивный. Кроме того, если вы спрятали не элементы меню, а меню целиком, то в меню уже есть не только ссылки на другие разделы, там же есть ссылки на полезные страницы, полезные с коммерческой точки зрения, в том числе. То есть это информация о доставке, о плате, гарантии, о команде, контакте и так далее. И вот это тоже ни в коем случае нельзя закрывать, это должно быть видно в поисковой системе. Поэтому здесь я бы не, ну, не особо заморачивался с этим. И перелинковка внутреннего через, то, что я сказал, через хлебные крошки, через ссылки изнутри товаров на теги, к которым они принадлежат, теги на ссылки на схожие товары, которые могут быть, ну, вы можете настроить этот блок так, то есть, ну, блок там с этим товаром часто покупают, или похожие товары, так, чтобы эти товары были из той же рубрики. Хотя это не всегда оправдано, часто людям нужен, ну, там, комплект к чему-то, то есть девушка покупает платье, ей нужно к этому купить, там, такого же цвета сумочку, и там можно порекомендовать. Поэтому здесь, ну, я бы не сильно увлекался, но можно, можно вот в похожих товарах тоже указывать только этот раздел. И на этом все. То есть, дальше не углубляйтесь, не закрывайте того, что не нужно закрывать. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях, и подписывайтесь на новый Телеграм-канал, в котором выходят текстовые версии свежих роликов. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok